Стройка на Кохомском шоссе, о которой мы не так давно говорили в одном из сюжетов, была показательным примером, как делать нельзя. Напомним, торговый центр застройщик решил возвести на месте небольшой рощицы, причем деревья начали вырубать еще до получения разрешения администрации. Местных жителей такая ситуация возмутила. И вот спустя месяц благая весть. Благодаря новому объекту жильцы выиграют даже больше, чем потеряют. Городская мэрия обязала застройщиков благоустроить не только прилегающую к торговому комплексу территорию, но и предусмотреть неподалеку сквер для прогулок местных жителей. Сквер – это как бы продолжение того существующего сквера, который находится в районе торгового комплекса Рио. Здесь запроектировано продолжение его. Предусмотрено освещение данной территории, дорожки, значит, согласно последних норм. А также лавочки, урны, 75 деревьев, 174 кустарника, 1986 квадратных метров газона. Это один из немногих прецедентов, когда застройщик идет навстречу горожанам, пусть даже неся при этом определенные финансовые издержки. Однако именно так и должно быть, уверены в городской администрации. Это проект отдельный из первых, который реализуется именно с такими повышенными требованиями в области благоустройства и озеленения. Я уверен, что объект будет реализован именно в том объеме, в каком застройщик взял на себя гарантии. По крайней мере, администрация города все усилия приложит, чтобы это было действительно так. Сомнений пока это не вызывает абсолютно никаких. И в отношении других объектов, которые в будущем будут создаваться на территории города, конечно, требования будут аналогичные. То, что застройщик выполнит все оговоренные требования, сомнений не вызывает. Ведь объект мало построить, его нужно ввести в эксплуатацию. А это без выполнения всего комплекса работ по благоустройству невозможно. Вот и получается выгода всем. Застройщик получает лакомый кусочек земли, жители микрорайона – благоустроенный сквер. А городская администрация? Ну, безусловно, это выгодно, поскольку все-таки администрацию это интересует не только создание дополнительных рабочих мест и, скажем, увеличение налогооблагаемой базы с объектов недвижимого имущества, но и, безусловно, внешний облик города, безусловно, его озеленение и, безусловно, комфорт жителей, которые в этом городе проживают. А жители, обращаясь месяц назад с просьбой разобраться в ситуации со сквером к депутату Николаю Плотникову, на такой подарок не рассчитывали. Я надеюсь на здравое понимание жителей, потому что все-таки благоустроенный, рекультивированный сквер, вот практически на этом же месте, он в лучшей степени заменит заброшенную рощу. Конечно, деревьям надо будет расти, но я думаю, здесь будет понимание и взаимный интерес, и, как сказать, люди найдут свое место для отдыха и в летнее время, и на свежем воздухе. Уже благоустроенная, с освещением, надеюсь, с лавочками, с другими элементами. Возможно, именно этот случай положит начало другой работе с застройщиками, направленной на выгоду не только предпринимателя, но и города. А у этой точечной застройки уже почти наверняка будет счастливый конец. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.